Друзья, всем привет! Американский конгресс, администрация президента не смогли отменить розыгрыш лотереи Green Card, но с 15 октября будут изменения, связанные с иммиграционной политикой в Соединенных Штатах. С 15 октября вступает в действие распоряжение администрации Дональда Трампа. Это связано с требованиями, квалификацией гражданина иностранного государства, которые подают на Green Card. Это касается тех, кто в будущем выиграет Green Card, это касается тех, кто хочет воссоединиться со своей семьей, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. Какие сейчас в настоящий момент требования и шаговый порог? Это 12%. То есть только 12% квалифицированных специалистов попадает в Америку и имеет образование, уровень английского языка и так далее. Все остальные этого не имеют. Дональд Трамп хочет поднять планку до 56%. Как это будет работать, пока непонятно, но каким образом вообще все это делается? Если администрация не может провести закон и ввести распоряжение, которое, кстати, постоянно отменяют в Верховном суде, в Суде Штаты и так далее, то они начинают чинить проблемы и препятствия на местах. Так это было в Мексике, когда мексиканцы стали разворачивать в аэропортах людей, приезжающих подавать на убежище. Так это было с семьями в Тихуана и так далее, и так далее. То есть сейчас настоящий момент, что я вам рекомендую? Учите английский язык, потому что первое, на что будет смотреть, первое, то, что нужно будет использовать для получения Green Card, даже если вы ее выиграли, это знание английского языка. Следующая это профессия, ваш социальный статус и так далее. Все это можно будет увидеть в наших новостях, на нашем YouTube-канале, мы отслеживаем ситуацию. Так что немногие окажутся в этом здании, в посольстве США, в Москве. Немногие сейчас получат Green Card, Трамп вводит ограничения, будет так же, как в Австралии, будет так же, как в Канаде, когда эмиграция открыта для всех, но должны быть соблюдены определенные требования. И самое главное в этих требованиях – это знание английского языка. То есть если есть, если есть профессия, добро пожаловать в нашу страну. Открываются разные программы, и территориальные, как я говорил по Канаде, и атлантические, и языковые, и покупка бизнеса, много разных пилотных проектов, много разных экспериментальных проектов, если говорить о Канаде и Австралии. То же самое будет в Америке в ближайшее время. Вот такая вот новость. Правила уже носят название. Это Public Charge Rules, которые уже подтверждены и официально приняты директором службы гражданства и эмиграции Кеном Кучинелли. Соответственно, это скоро будет работать. Как это будет работать, непонятно. Ну, поживем, увидим. Так, друзья, подписывайтесь на наш канал. Удачи вам. Всем всего доброго. Пока.